Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о реакции РИПТ на сифилис. Это действительно достаточно редкая, очень специфическая реакция. Для понимания достаточно она сложна. Во-первых, как она расшифровывается. РИПТ – это реакция иммобилизации бледных трепанем. Что такое иммобилизация? Это обездвиживание. Бледная трепанем – это возбудитель сифилиса. То есть, это, по сути дела, в переводе реакция обездвиживания бледных трепанем – возбудитель сифилиса. Соответственно, чем вообще она важна? Для чего она нужна? Ну, во-первых, она достаточно чувствительна. Поэтому она используется в том случае, если получили положительные реакции на обычные методики. Например, РРВ и так далее. Второе – для выявления скрытого бессимптомного течения сифилиса. Когда другие реакции пока еще не реагируют или уже не реагируют, или они очень слабые. Дальше в ряде случаев ее можно использовать с целью контроля излечения. Но это в том случае, если она проводилась и до лечения, и после лечения. То есть, нам есть чем сравнить. Соответственно, также я ее использую иногда вот в таких случаях сложно, как у беременных. У беременных с какими-то аутоиммунными заболеваниями. То есть, когда непонятно, а сифилис ли это? Куча разных антител существует, в крови плавает. И нужно определиться с таким важным или тяжелым диагнозом, как сифилис, и, соответственно, лечить ли его или нет. В чем смысл вообще этой реакции? В том, что в крови через определенное время, как правило, через 2-3-4 недели, вырабатываются специальные антитела. Антитела эти, это белки иммунной системы, которые борются с бледной трепанемой. В том числе, вот эти иммобилизины, почему грипп называется иммобилизация, да? Они обездвиживают бледную трепанему. Так вот, соответственно, в взвесе, то есть в большой массе бледных трепанем, добавляют сыворотку крови пациента и смотрят, сколько из них в процентах обездвижилось. Если до 20 процентов, то результат считается отрицательным. От 20 до 50 процентов слабо положительным. И более 50 процентов результат считается положительным. Плюс вот эти проценты, это как раз числовое значение реакции иммобилизации бледных трепанем. Есть еще и такой вопрос вот в том, что у пожилых людей или у больных какими-то аутоиммунными заболеваниями, туберкулезом, также может быть вот эта реакция все-таки положительной. Поэтому ее, как правило, выполняют вместе с другими реакциями. В частности, в нашей клинике это комплекс реакции иммунофлюоресценции РИФ на сифилис абсорбции и РИФ-200, реакции мобилизации бледных трепанем, реакции РМП и реакции РПГА, реакции пассивной гемоглютенации. Вот такой комплекс реакций, как правило, в сомнительных случаях мы обязательно назначаем. Что необходимо для забора? Для забора берется кровь из вены. Специальной подготовки не требуется. Как правило, единственное, что желательно не кушать многожидного, чтобы кровь от вот этих липидов, которые плавают, не свернулась. Другой специальной подготовки не требуется. Из локтевой вены забирается, отправляется. Как правило, сроки изготовления 3-5 дней. При необходимости диагностики сифилиса любой сложности, в том числе и с используемой реакцией и мобилизацией бледных трепанем в Москве, обращайтесь в нашу клинику Платный КВД. У нас принимают опытные венерологи, которые обладают всем спектром современной диагностики сифилиса. У нас порядка 15 различных реакций на сифилис, которые позволяют четко установить диагноз, во-первых, и, соответственно, проконтролировать, не перенесен ли это ранее сифилис, а дифференцировать его от свежих случаев. При любом подозрении на сифилис ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.